Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, не полай, были Бога у нас! Светитель, очи наш, не полай, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Третье мая. Память преподобного Отца нашего Петра Чудотворца. Родиной этого преподобного был город Константинополь. Он происходил от богобоязненных родителей. Когда родители преподобного приняли иноческое звание, а вскоре за ними постриглись в монашество едва брата его, Павел и Дионис, то и он, подражая им и желая проводить одинаковую с ними жизнь, также примял иночество вместе с братом своим Платоном. Став иноком, он с таким усердием предался иноческой жизни, что превзошел в этом всех своих сверстников, ибо, стараясь сперва подражать им, а потом и всем прочим инокам, он перенимал от них добродетели и применял их к своей жизни. В своей высокой и подвижнической жизни он снискал себе любовь бывшего в то время итальянского епископа Николая, который имел желание почтить его епископским саном, но он уклонился от этого, сославшись на то, что считает себя недостойным такой чести. Епископ Николай отправился тогда к брату его Павлу и в утешение Коринфской церкви, не имеющей тогда епископа, рукоположил его во епископа города Коринфа. После этого и преподобный Петр, уходя от осиленных просьб принять епископство, пришел к брату своему Павлу в Коринф и наложил на себя обет молчания. Но пробыл в нем только один год, не доверся своего подвига до конца, так как пришли к Павлу в Коринф из далекой страны знатные люди и владельцы кораблей и просили его поставить им во епископа брата его по причине того, что епископ их скончался. Самого святого Петра они так настойчиво просили быть у них епископом, что он, не находя в себе сил отказать им, задумал было бежать из Коринфа. Но когда прошло довольно много времени, и пришедшие еще с большей настойчивостью продолжали свои просьбы, то он, наконец, тронут был их слезами и принял их предложение. Приняв епископский сан, преподобный со всем усердием отдался делу церковного учительства и усердием своим платил за усердие к нему паствы. В делах милосердия он доходил до того, что не жалел для бедных даже своей одежды. Он кормил сирот, заботился о вдовах, доставлял пищу бедным, тайно подавал милостыню всем нуждавшимся в ней. Когда однажды случился неурожайный год, и страну посетил голод, то он неослабным подаянием милостыни прокормил многие тысячи голодавшего народа. В это время случилось раз, что в сосуде осталось немного уже пищи, но преподобный нашел его вскоре совершенно полным, так что бывшей в нем пищи хватило для нуждающихся на целый год. По милосердию своему к страдающим он выкупал пленников и освобождал слабых от насилия сильных людей. Кроме того, он исцелил одну бесноватую отраковицу, предсказал в притче бедствие Пелопонессу, и задолго прозрел день своей кончины. Достигший семидесятилетнего возраста и совершив бесчисленное множество добрых дел, он отдал блаженную душу свою Господу. И по кончине своей он совершал чудеса, источая из гроба своего благоухания, изгоняя бесов и исцеляя всякие болезни, а также вразумляя тех, кто искал этого у гроба его. Преподобный скончался в X веке. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.